Дом Божий Дом Божий Дом Божий Я вспоминаю, недавно была зима, и мы так это самороптали, что сильно холодно. Сегодня Бог нас поместил вот в такие условия. Знаете, не просто так. Считайте, что это для нас благословение. Потому что Бог хочет понаблюдать за нами. А вот что в сердце нашем? Как мы себя поведем в различных условиях? Потому что мы уже привыкли к какому-то комфорту. Нам надо то, нам надо то. А Бог говорит, что будут всякие и трудные минуты, и нетрудные минуты. Всего в жизни хватит, написано многими скорбями и трудностями всякими. Нам придется войти в Царствие Божие. Если кто-то выдержит, то да. Знаете, и пусть Бог нас благословит в этом. И сегодня будем благодарить Господа, в первую очередь, за то, что Он дает оценить себя. Вы знаете, посмотреть на себя, что в сердце. Когда-то водил израильский народ и тоже задавал вопрос. Водил по пустыне 40 лет, чтобы проверить, что в сердце. Господи, вспоминаю такой случай, знаете, как-то одна пожилая женщина на молодых девчат, еще на спасении сестер, сказала так, ну что вы такие уже сильно размалеванные. Извините, может, кого задену или что. Они говорят, а Бог смотрит на сердце. Она говорит, а что в магазине, то и на витрине. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы понимали. Поэтому, Бог, а что в сердце, есть ли благодарность Господу или нету? Скажите, нужно ли благодарить вообще Бога? Конечно, Слово Божие говорит, что нужно. Да, и книга Левит, 7 главы, начинает повествовать о том, что Бог указывает своему народу, как правильно Его благодарить, какие жертвы приносить. И мирные, и хвалебные, и всякие там жертвы написано, чтобы они Ему приносили жертвы. И знаете, что Он за это делал? Он им за это прошал грехи. Вы знаете, очень серьезный вопрос. Они Его благодарили. Что такое жертва? Это уделить из своего имения что-то лучшее для Господа. И вот они уделяли, приводили, чтобы без пятна и без порока, кто что мог, кому как по статусу положено было, приносили ему. Ну, священники делали определенный обряд, и Господь что? Прощал грехи. Как важно. Слушайте, поблагодарили Господа и пошли прощенные. Слово Божие говорит, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы поняли мысль, о чем я хочу сегодня сказать? Поблагодарили Господа. И Он прощает грехи. Вы знаете, и человек будет здоров. Когда-то принесли расслабленного Иисусу Христу. Он сказал, прощаются твои грехи. Все возмутились. Как это так? Он говорит, чтобы вы знали, что я имею право прощать грехи. Говорит, встань, возьми в свою постель, иди. Он так и сделал, и пошел, радуясь жизни. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы понимали, что такое прощение грехов и что-то несет за собою. Конечно, благодарить нужно за все, и за хорошее, и за плохое. Потому что уныние и жалость к себе разрушают кости, как мы говорили. Унылый дух сушит кости, поэтому мы должны есть благодарить. Есть, конечно, люди, которые благодарят. И кто это и не благодарит Господа. Если взять такую притчу, Господь говорил, десять прокаженных. Он их всех десять исцелил. Иисус, сын Давидов, помилуй нас. Хорошо, идите, покажите священнику. Шли и исцелились. Но вернулся, знаете, один с благодарностью. И он ему сказал, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Бог учит благодарить не только Бога, но и людей. Вы знаете, иногда, помню, раньше как-то смотрели фильмы американские, христианские. Так там есть специальный день в Америке благодарения. Знаете, и в этот день Бог хочет показать, чтобы люди не забывали, что есть кто-то рядом, которому нужно оказать помощь, честь, помочь, чем можно. Знаете, и Слово Божие говорит, что сделали одному из малых сих, то сделали мне. Тимофея предупреждал апостол Павел, говорит, что знаете, что в последнее время люди будут неблагодарны. Дорогие мои, пусть Бог нас сохранит, чтобы мы не были неблагодарны. Если, может быть, кто-то нас и не поблагодарит, не обращайте внимания, но только знайте, что-то последнее время. И оно влечет многое за собой. Итак, будем благодарить Господа за все. Ему пусть будет слава и хвала. Но также Слово Божие говорит, что и благодарить нужно Бога правильно. Вы знаете, в Ветхом Завете надо было все исполнить так, как говорил Господь. И они, когда так делали, получали благословение, и Бог их благословлял. Итак, за все благодарить. За все благодарить. Смотрите, по-разному благодарим. В основном Бога за что благодарят? За здоровье, за благо. Хотелось бы благодарить за все. Итак, рассмотрим текст Священного Писания. Здесь Господь нам показывает, как не нужно благодарить или как нужно благодарить Господа. Сказал также, это будет Луки 18 глава с 9 стиха и ниже. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и не уджижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытор. Фарисей стал молиться сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытор. Пошусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю. Вот это его слова. Вы знаете, молитва «Благодарю Тебя», а дальше, знаете, рассказал, кто он есть такой, дал отчет за свою проделанную работу. Знаете, гордость как-то наполнила этого человека полностью. Вы знаете, показал, кто он такой. Вы знаете, не понимая о том, что мы все сегодня и живем, и движемся, и существуем только по милости нашего Господа. Ему за все да будет слава. Знаете, гордился собой. И люди того времени понимали, что если фарисей, то он праведный. Почему? Потому что Бог его благословляет. У него все в достатке. И они понимали, знаете, если когда-то Иисус сказал, что трудно войти богатому в Царствие Божие, так они удивились. Говорит, кто же может тогда спастись, если не фарисею. Вы знаете, а Бог здесь показал разницу, что он, знаете, в своей гордости объявил, кто он такой, и люди поняли, что да, молодец, ух ты, вот бы нам так, все отдает, и постится, и все, знаете, но Бог, оказывается, такую молитву и не принял. Вы знаете, дальше Бог показывает констракт мытора. Вы знаете, мытор же, стоя вдали, тоже пришел на молитву, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Вы знаете, а что можно было ему сказать? Ведь вел неправильный образ жизни, не молился, не постился, обирал людей, брал цену еще большую, чем нужно было для того, чтобы обеспечить себя, работал на римлян, и знаете, что, и где ты поднимешь глаза в небо, когда Господь сказал Каину, если делаешь, поступаешь правильно, не поднимаешь ли глаз? Вы знаете, не поднимаешь, ли, если ты поступаешь правильно, так ты же идешь не опущенный, такой, знаете, согнутый и испуганный весь. Нет, конечно, не понимаешь, а этот, ну как поднять глаза, если действительно поступал неправильно, но слова его будь же милостив ко мне грешнику, сказываю, что сей пошел оправданный дом свой более. Почему? Потому что он смирился пред Господом, он показал себя, что он недостоин, знаете, быть в храме, стоять перед Господом, он вместо того, чтобы показать, что кто он, сильный сборщик налогов, знаете, висит на доске почета или где там, нет, он сказал, будь милостив ко мне, грешнику, и это очень сильно подействовало на Господа, и он говорит, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Слава Богу за это. И сегодня и Господь нам говорит, что все мы, когда сходимся, знаете, должны один одного почитать высшим себя. Пусть Бог нас благословит, и хотелось бы сказать, что мытор смирился всем сердцем, знаете, он понял, перед кем стоит в Доме Божьем и кто он сам. «Слава Господу! Но одно, знаете, суд человеческий, а другое суд Божий». Бог его оправдал. «Смирение мытора», здесь написано, знаете, «привлекло Божию любовь». «Вот на кого я призру». Вы знаете, что такое призру? Обращу внимание, и Бог обращает на кого? На кроткого и смиренного сердцем. Презирать это, обратить внимание. Сегодня, конечно, есть в церкви и мытари, и фарисеи. К сожалению, оно так и есть, дорогие мои. Сегодня собираемся мы в Доме Божьем. И один ставить может себя выше другого, знаете, может, статус какой-то или что, или, знаете, внешний вид, или что-то еще там, знаете, слишком много. Если ты кого-то зашел в Дом Божий судил, ты уже себя возвысил. Каком-то сказал нехорошо, ты уже себя возвысил. И то же самое, поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы мы понимали, что пока на данный момент есть это в церкви, но хотелось бы, чтобы этого не было. Понимаете, кто-то приходит в Дом Божий, он хочет, чтобы ему были особые такие отношения, понимаете, не видит любви в церкви и так далее, и где-то стремится в другое место, да фарисейские какие-то замашки, а мы должны почитать один-одного. Господь говорит, кто? Всякий, возвышающий сам, не кто-то его возвысил, а сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Слава Богу! Знаете, кто-то понимает свою беспомощность, приходит, просит, помолитесь и так далее, поддерживаем, пусть Бог благословит в молитве. Смиренный человек всем сердцем старается исполнить волю Божью. Она записана в Слове Божьем, мы сегодня читали это. Смиренный человек не смотрит на недостатки других, зато прекрасно видит собственные. и приходит к Господу и говорит будь милостив ко мне Господи. Слава Богу! Хотелось бы рассмотреть Третье Царство. Один или несколько примеров. Давайте рассмотрим несколько примеров, что дает смирение. Итак, Третье Царство, 21-го глава, 24-й, 26-й стих. Или лучше чуть выше. Вы знаете, здесь говорится об Ахаве, царе и Изавелии. Вы знаете, у Навусфея был виноградник около него и он захотел его приобрести. Пришел, не спит, царь переживает, попросил продать, тот не продал, сказал, что не могу продать, это наследие отцов наших, моих. Вы знаете, Изавель решила по-другому, убила Ахава и вот он уже идет. Ахав говорит, иди, принимай виноградник, вступай в наследство. Смотрите, и было слово господня Килии вецветянина, встань, пойди навстречу Ахаву, цару израилевскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его владение. И скажи ему, так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство. И скажи ему, так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кров Навуфея, псы будут лизать и твою кров. И сказал Ахав Ильи, нашел ты меня, враг мой? Он сказал, нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное предачами Господа. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою истреблю у Ахава мочащего к стене и заключенного и оставшегося в Израиле и поступлю с домом твоим так, как поступил с домом Яровама сына Наватова и с домом Ваасы сына Ахина и за оскорбление которым ты раздражал меня и ввел Израиля в грех. Так же и Изавели, сказал Господь, псы сидят Изавель за стеной Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того сидят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа, и чему подучала его жена Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали Амареи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилев. Вот кратенький такой рассказ. Вы знаете, что собой представляют Ахав и Изавель? Говорит, не было. Настолько ввел в грех, что я не знаю, что уже можно было бы ему заслужить. Да мы и сами знаем, что можно ему, что нужно было. И Бог сказал, и вынес суд ему, что будет с ним. Но посмотрите, что делает Ахав. Выслушал все слова Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище и постился и спал во вретище и ходил печально. И было слово Господня Килии Фесвитянину и сказал Господь, видишь, как смирился предо мною Ахав. Вы знаете, все-таки хватило мудрости смириться. Скажите, а Изавель? А почему же Изавель не смирилась? Бог в откровении напоминает там одной из церквей об Изавеле, что у тебя тоже есть такое учение. Вы знаете, не смирилась и как сказал Господь, так и сбросили ее со стены. А здесь видишь, как смирился предо мною Ахав за то, что он смирился передо мною. Я не наведу бед в его дни, но в одни сына на виду беды на дом его. Представьте себе, что уже он заслуживал. Весь Израиль настолько в грех вогнал, что там уже хуже поступали, чем все. Но что дает смирение? Какую имеет силу и какую Бог проявляет любовь к смиренным людям? Кажется, кого там любить? О чем разговор? Но Господь говорит, как видите, как смирился. И вы знаете, во все дни его не будет беды, только на виду, когда его будет сын. Слушайте, а если наставить сына и сказать сын, вступишь в наследство, не делай, как я? Здесь написано дальше, что он разрушил все высоты, все убрал, знаете, может быть, он в пепле, в праке говорил Богу, что все это сделаю. И Бог говорит, смирился, вы знаете, и если что наставить сына, и Бог отменит, потому что он любит смиренных и сокрушенных сердцем. Кажется, ну ладно, простого какого-то человека, но мы знаем, как Ахав, как Илья, понимаете, ходил к ему и показывал, кто есть Бог, вы знаете, в Израиле. И все-таки глубокое смирение дает результат, невзирая, что ты сделал до этого и кем ты был до этого. Видите, как Господь прощает за то, что смирился предо мною. Пусть Бог нас всех благословит, чтобы мы понимали, знаете, важную силу смирения. смирение имеет удивительное, знаете, такое влияние на Господа и в духовном мире. Давайте рассмотрим еще один отрывок, знаете, какое огромное влияние имеет смирение. Вторая параллель, 33 глава с 9 по 13 стих. Но это говорится о царе Монасии. Второй стих. Нет, давайте с первого стиха. 12 лет был Монасия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодного чак Господних, подражая мерзостям народам, которых прогнал Господь от сынов Израилевых. Но Монасия, 9 стих, довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Монасии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на их начальников цара Ассирийского, и заковали они Монасию в кандалы, и оковали его цепями и отвели в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился перед Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Монасия, что Господь есть Бог. Слава Господу! Вы знаете, тоже второй царь, сын Езекии, делал неугодное, довел Израиль, будем говорить, до такой ручки, что Богу уже только оставалось отдать их в плен. И вот представьте себе, помолился в тесноте, кажется, в плену, ну что уже, ну какие вопросы уже, кто тебе возвратит на то царство, и взяли в плен и платить, и все на этом кончено. Вы знаете, но в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, и Бог какое-то чудо сотворил, вы знаете, возвратил на царство, и он, знаете, поубирал тоже все жертвенники, все капища, все, потому что Слово Божие говорит, и узнал Монасия, что Господь есть Бог. Слава Господу, вы посмотрите, как располагается сердце Господа. Такой человек, знаете, никогда не упадет, который смирается или ходит в смирении перед Господом. Почему? Потому что Господь говорит, смиритесь под крепкую руку Божью, и в свое время, что сделает Господь? Вознесет. Не написано опустит или попустит, вознесет каждого человека. Как важно быть смиренным, а что же делать смиронному, знаете? Господь когда-то меня учил, сын мой, смирайся передо мной, смирайся. Я говорю, и так ниже воды, тише воды и ниже травы там хожу, уже не знаю как смираться. Но так смираются это исполняя Слово Божье. Написано. Почему Иисус в смирении победил лукавого? Он отвечал написано. Он знал, что написано. А мы часто читаем, читаем и не знаем, что написано. Уже про себя ну не знаю говорю. Таких людей Бог ставил на свои места, что сегодня конечно хотелось бы нам понимать, что должны трепетать пред Словом Божьим. Написано на кого призрак? На трепещущего перед Словом Моим. Мы сегодня слышали, что нам нужно вникать, углубляться и быть всегда припоясанным знаете и понимать, что Слово Божье оно наша жизнь. Это жизнь христианина. Что же нам нужно на сегодняшний делать? Конечно понимать, что мы полностью зависим от Господа. Сколько раз мне Господь говорил, но утром встал, помолился о милости Божьей. Помолился, да. А целый день сколько мы не просим у Господа помощи. Вот мы считаем, что-то закопать, не надо Бога просить благословения. Гвоздя убить, не надо просить у Бога благословения. Тут мы сами разберемся, ты уже когда заболеем, нормально, вот тогда ты нам помоги, или там действительно сложная работа. А по мелочам мы к ему не обращаемся. А Бог хочет, чтобы мы полностью, смиренный человек полностью зависит от него и в малом, и в великом. Знаете, и в малом. Недавно у нас такой случай произошел. Человек испытывал после ремонта дрель в вилла. вы знаете, а сколько я всегда, допустим, стараюсь прийти на работу, у меня два кабинета на сегодняшний день, так я зайду и прошу благословения на всех. Вы знаете, приходит недавно электрик, говорит, слышишь, взялся загаленный провод, ну, немножко шикотнуло, я говорю, слава Богу, знаете, бывает такое, ну, а могло бы и случиться что-то другое, и мы часто молимся, знаете, и пусть Бог нас благословит в этом, чтобы мы понимали, что во всем, во всем смиронный христианин просит Господа, просит Господа, помоги в этом, помоги в этом, помоги в этом, выходишь дома, благослови, заходишь, спасибо, знаете, благодарить и если мы будем благодарить, то Господь будет прощать. Сколько раз пророки нам говорили, благодари Господа, а как благодарить, я болею, ну, за что благодарить, знаете, а вот Израиль благодарил Господа, вы знаете, и Бог прощал им грехи, и это очень важно, знаете, прощаются тебе грехи, иди и будь здоров, слава Богу, поэтому смирение очень важная перед Богом вещь, и она, знаете, его сердце склоняет каждому к нам. И Божья любовь, в первую очередь, которая никогда мы сегодня слышали, не перестает, она к нам с полной отдачей, с полным прощением, и я верю, что такие люди будут угодные Господу всегда. Слава Богу! Аминь. Спасибо.